Павел снова учился У них не было другого способа убеждать, только словом. А Павел чувствовал слово. Он мучительно ищет то самое нужное, единственно верное, главное слово, бьющее или утешающее. А суетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Или вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Будто его преследует какая-то мысль, словно он чувствует, есть что-то неизреченное, когда язык человеческий бессилен. Хотя иногда Павел выражался четко и ясно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они встретились, два великих апостола. Петр и Павел. Они встретились на небесах. Их святые головы тоже вот здесь, рядом. А их память христиане празднуют в один день. 29 июня. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Эти лихорадочно горящие глаза, пешком тысячи километров, десятки городов, непрестанная проповедь. Да, он был неофитом, но семя упало на благодатную землю. Христос Иисус пришел в мир, чтобы спасти грешников, из которых я первый, сказал Павел. Он спасся. Субтитры создавал DimaTorzok Эта икона спас нерукотворный. И, возможно, именно ее видел апостол Павел. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, о любви не имею, то я медь звенящая, или кемвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. А теперь пребывают сие три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»